Здравствуйте! Начинаем очередной урок школы покера. Напомню, что на прошлом уроке мы разбирали такую важную тему, как сбалансированная стратегия розыгрыша. Сегодня темой нашего урока – процедурный кодекс покера. И я приглашаю за стол своих студентов. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня тема нашего урока – процедурный кодекс покера или просто кодекс покера. Это некий свод правил. Прежде чем начать, хотелось бы понять, зачем нам вообще такая сложная вещь, как кодекс правил. Просто бывают спорные ситуации в игре. И для того, чтобы нам каждый раз не решать, что нам делать, желательно иметь этот кодекс написанным, а желательно, чтобы еще эти правила признавались бы везде, чтобы во всех клубах было одинаково, чтобы мы, один раз усвоив эти правила, знали, что везде примерно так и играют. Я хочу вам рассказать одну ситуацию, которая была когда-то написана у нас в журнале. Ее написал один наш американский автор. Единственное, что я помню с ним долгие дебаты свои. У него не очень этичный ник был в интернете. Он придумал себе имя, которое как-то неудобно даже было печатать в журнале. То есть оно было написано латинскими буквами и звучало так. Ни хера не ссу. То есть, что делать, я не знаю. Если мы найдем возможным... Я показал, чтобы это можно было сфотографировать. Рассказ его такой. Это произошло в прошлом году в клубе, который держат бруклинские ортодоксальные евреи. То есть уже само по себе интересно. Там, как правило, два стола. Лимит и ноу-лимит. Я играл за лимит столом. Когда у ноу-лимитчиков поднялся крик, все бросили игру и подались к их столу. Произошел вот что. До флопа был рейс и небольшой ререйс, и четыре человека увидели флоп. И флоп был такой. Король пик, дама червей и шестерка червей. Не видел, кто что ставил, но все четверо удержались в банке, который стал эдак примерно там 600 долларов. А они начинали с Баином примерно по 2000 долларов. На ривере, на тернии приходит валет пиковый. Сейчас мы его тоже положим. Валет пиковый. Остались трое. Югослав, крепкий профессионал, хозяин клуба. Крепкий профессионал, хозяин клуба тоже не подарок. И русский парнишка, без понятия, насмотревшийся покера по телевизору и прикинутый как положено. В бейсболку козырьком назад и темные очки, чтобы боялись. Он пошел улыб. Югослав заколировал. И Дэвид Рыбай, это кличка хозяина, накрыл улыном. Югослав заколировал. И пот стал, так и так, под 7 тысяч. После чего, дилер открыл ривер. Это была вторая дама червей. Ну, такая вот у них стычушка произошла. Открылась еще одна дама червей. Вопрос, как она оказалась в колоде, так и не был выяснен и так открыт по сегодняшний день. Но это и не важно. Вот такая у них получилась доска. После чего они открыли карты. У русского был король дама. Ну, нет, просто такие вот король дама. У Югослава были туз 10 червей. Где туз-то есть хотя бы? Вот туз 10 червей. А у Дэвида были туз 10 пик. Где они тут? Так долго не попадаются. Туз 10 пик. Ну, то есть, натер непонятно тут, почему они так ходили. У каждого из них было по стриту. Притом, пиковый мог еще собраться флеш, и червовый мог собраться флеш, а пиковый мог даже и рояль собраться. Я так прикрою, чтобы вам было видно. Вот, ну, открылось то, что открылось. Дама червей. За столом начался настоящий спектакль. В общем, получилось так. Примерно после 20 минут разборок выяснилось, что как надо делать по правилам, никто не знает. За это время были помянуты нехорошими словами все заинтересованные и не заинтересованные лица и их ближайшие родственники. В результате оказалось три варианта. Под аннулировать и деньги раздать на троих, кто сколько вложил денег, а деньги четвертого поделить. На тот момент четвертый уже спасал, поэтому эта карта его как бы не касалась. Второй вариант. То же самое, только деньги четвертого вернуть четвертому. Третий вариант. Арестовать деньги и обретиться за решением к менеджменту казино в Атлантик-Сити. В конце концов, хозяина Югослав согласились на любой вариант из трех и дело стало за русским. Все это время он с видимым усилием пытался что-то сообразить и ни на что не соглашался. Наконец, его лицо вдруг озарилось пониманием и он предложил четвертый вариант. Я когда услышал, что он предлагает, то просто ошалел. Когда Дэвид и Югослав поняли, что он не шутит, у них челюсти отпали, и они, конечно, немедленно согласились. Предложение русского было перетасовать колоду и открыть другой ривер. Что и было сделано. Открылась малая трефа, и Югослав с хозяином разделили пот. Наверное, это было наивысшее проявление тупости, которое я когда-либо встречал. Это некорректно к игроку с король дамы, потому что... Так это он и предложил, это было у русского. Зачем он предложил это как раз? Просто аналировать лучшее решение для него, потому что две дамы могли на флопе раздать и на терне, а так что упал просто на ривере. Это неверно, что уже играли раздачу с двумя дамами. Конечно. Так вот, как вы думаете, какое решение верное? Ну, то есть, какое лучшее для король дамы, понятно, то есть у короля дамы почти нет шансов, то есть у них там четыре аута. Два короля, две дамы, чтобы выиграть фулл хаусом. Притом еще, смотрите, дамы пик он еще и не выиграет, потому что будет тут флеш-рояль, то есть уже только три аута. Вопрос. А какое решение правильно? Какое выгодно, понятно, что выгодно ему разделить. Я думаю, аннулировать и раздачу все деньги каждому игроку, как они перед раздачей играли. Потому что эта раздача вообще не действительна. Так просто попало, что там дамы открыли, а если бы кому-то раздали сразу две дамы, тоже не действительная раздача? Да. Ну, на этот случай есть, как бы у нас вот правил, правила спортивного покера, утвержденные Росспортом и нашей Федерацией. Вот. Надо сказать, что у них достаточно долгая история. Когда-то еще, в 2002 году, мы собирали первую конференцию индустрии покера в России, которая ставила цель, ну, каким-то образом сделать единые правила в разных клубах. Во-первых, чтобы действовали одинаковые правила в разных клубах, разных городов. А кроме того, чтобы иностранцы, которые к нам приезжали, не считали нашу страну каким-то медвежьим углом, что неизвестно, там валет старше дамы. Или там есть же мелкие нюансы, которые важны. Поэтому собрали редакционную коллегию, поручили. Вот. Ну, вся эта редакционная коллегия трудилась в одном лице. Она как раз это лицо перед вами. То есть, я делал этот кодекс. И потом долго еще хотел, чтобы его кто-то согласовал, но никто не согласовывал. И в конце концов, я сказал, что или давайте придерживаться вот одного какого-то написанного текста, или, если кто не согласен, вносите изменения. И только лишь после создания Федерации спортивного покера мы действительно поработали над этим документом. Здесь, собственно, все это написано. Об этом, ну, не знаю, хотите, пробежимся по каким-то главным видам. То есть, если сдача была произведена дефектной колодой, и это выяснилось в процессе игры, то эта сдача признается недействительной. То есть, колода, очевидно, дефектная, две дамы червей. Поэтому четвертому игроку тоже возвращаются деньги, независимо от того, что он вышел раньше, когда еще было неизвестно, что эта колода дефектная. Кроме того, если бы в этой сдаче были бы какие-то блайнды, то и этим людям были бы возвращены блайнды. Например, он поставил маленький блайнд и выкинул. Ему бы этот его пятачок тоже был бы возвращен. не думаю, что нам надо на школе так уж подробно изучать весь этот кодекс. Я бы прошел по каким-то основным таким понятиям. Например, мы все видим, зачем сжигаются карты. По кодексу положено, чтобы дилер после раздачи каждой улицы сжигал одну карту. Это делается для безопасности игроков, для того, чтобы вдруг, если какая-то заметочка на карте, чтобы никто не мог этим воспользоваться, пока она лежит сверху. Точно так же для безопасности предусмотрена вот эта каттинг-карт, подрезная карта, которая, чтобы никто не знал, что здесь лежит туз бубновый и никогда не придет. И тогда король бубновый при выпадении каких-то флешевых конструкций может себя уже чувствовать хорошо, имея нац. Вот этот бубновый туз, он как бы здесь надежно прикрыт карточкой. Вообще, надо вам сказать, что практически все правила, которые есть в игре, они преследуют одну единственную цель. Обеспечить для всех игроков равенство, потому что главная ситуация в игре, что все игроки равны, нет ни старших, ни младших, нет ни людей с более высоким званием, нет в принципе ни родственников, ни мужчин, ни женщин, потому что какие бы симпатии я не испытывал у Кати, если у меня старшая комбинация, я забираю банк, если у Кати старшая. Только Катя может у Вики, конечно, отобрать какие-то фишки, мы это видели. И после вы можете мне отдать после игры, если вы хотите симпатии показать вашу. теперь смотрите, например, есть порядок вскрытия, обычно люди там на ривере какие-то ставки, там бед, рейс, ререйс, там все поставили, открывайте карты. Почему я-то? Пусть она покажет. Есть правило, что если была какая-то торговля на этой улице, то первым открывает игрок, который сделал наивысшую ставку первым. То есть вот пошла Катя мы уравняли, значит, Катя должна открывать первое. Если я поставил тоже но больше, чем Катя, например, и Вике пришлось уравнивать, то тогда должен первое открыть я. Теперь, если вы видите, что ваша рука не бьет, например, ту руку, которую открыли, вы можете свои карты не показывать, просто их бросить. Иногда начинают настаивать, а что у тебя-то было, покажи. Я не должен показывать, достаточно того, что я проиграл. Кстати, например, в Англии несколько другие правила могут попросить показать и руку, которую сбрасывает. Ну и в интернете тоже обязан показать свою карту оппонента. Если он даже проиграл или выиграл, нет разницы, его карту можно узнать. Ну вот, это как бы некоторые условности, некоторые тонкости, но они по-разному трактуются. То есть вот в кодексе порядок скрытия рук такой. А если, например, не было никакой торговли, ну, к примеру, мы все оллин поставили еще на терне или, например, до флопа, вот, а к риверу открыли все карты, то порядок скрытия происходит у нас по баттону. То есть человек слева от баттона скрывает первый. И тоже до сих пор, например, еще встречается случай, когда человек спрашивает, а почему, вот он же там реализовал, например, на терне, и какая разница, что на ривере у нас не было денег, пусть он первый скрывает. Нет, на самом деле правило именно так записано, что если не было на этой улице торговли, скрываются по баттону. Почему? Потому что иногда бывает невозможно установить, кто же первым атаковал. Ну, например, эта вся торговля сложная, запутанная была до флопа. Там, ну, ставил бед, рейс, кол-кол-кол-кол, там, ререйс, там, кол-кол, вы там еще там дополнительный рейс. И мы вот это все могли уже забыть. Потому что после этого, например, в ЛЛИН у нас была еще какая-то торговля на флопе, потом на терне, потом на ривере чек-чек-чек. И что, мы будем вспоминать, что делала Катя до флопа, а кто-то может сказать, что я не помню. То есть есть правила, которые сразу всех мирят. Я сама скажу, я не помню. Вот. Потом, например, ну, не знаю, в игре встречаются ошибки, которые приходится как-то исправлять. Есть масса ситуаций, про которые должны существовать либо какие-то предварительные договоренности, либо написанные правила. Ну, примеры, что делать, если, например, там, дилер открыл флоп, идет торговля. Там, ваше слово, ваше слово, ваше слово. Вот. Макс думает, тем более, его там не видно еще за экраном. Вот. А дилер там ок и открывает там следующее. Мы говорим, подождите, пожалуйста, еще Макс ничего не сказал. Во-первых, если разрешить Максу сейчас делать ставку, то он получается не в равном положении, он знает, какая карта придет. А если, значит, ее убрать, то получается, что игра нарушилась, эта девятка шла, а теперь нарушен тайный ход мастей. Вот. Ну, считается, что правила должны преследовать такую цель, нанести наименьший ущерб вот этому тайному ходу мастей. Поэтому эта девятка в любом случае будет убрана и перетасована. Но для того, чтобы не нарушить ту карту, которая шла бы пятой, была бы ривером, мы даем Максу доторговать, там сыграть свой кол или пас или что угодно. После чего мы сжигаем еще карту и как бы открываем ривер. Вот. И торгуем этот ривер. И только после этого мы эту девятку затасовываем аккуратненько в колоду и уже без срезки, потому что срезка уже была сделана, мы достаем вот эту карту. И, ну, там некоторые дилера часто достают одно и то же, ту же самую девятку тревков. Но тем самым мы сделали для всех участников, как бы, сохранили по возможности равные условия. то есть эта карта, ее нельзя совсем выбросить, потому что она должна участвовать в торговле, кому-то она может быть нужна. Вот. Она имеет тоже вероятность появиться. Вот. То же самое с игроками. Например, что делать, если игрок ставит ставку вне очереди? Ну, к примеру, Макс думал-думал, а я вдруг не заметил его там за экраном компьютера и решил поставить. Ну, на самом деле, если это там случайный дружеский круг, то ничего страшного исправить ошибку и сказать, эй, подожди, еще Макс не сходил. Но некоторые люди могут этим пользоваться для того, чтобы получать несправедливое преимущество. Например, если я знаю, что мне разрешат вернуть, Макс еще там размышляет над колом, а я говорю, рейс там. Ну, Макс, конечно, в ужасе выкидывает. А я говорю, а теперь число мое, а я чек. ну, или кол там какой-то. То есть, если я могу безнаказанно использовать эту ситуацию, то надо правило это пересмотреть. И правило это сегодня выглядит, ну, видишь, что ставка, которая сделана, не может быть отозвана назад. Если я сделал ставку вне очереди, вот этот рейс, например, то я уже не могу ее забрать. После того, как Макс, например, пас, то меня заставят сделать именно эту ставку, не больше и не меньше. А если, например, в этой ситуации Макс вдруг ставит улын, там, 5 миллионов, а я уже точно не хочу, то есть, я вот 2000 поставил, больше не собираюсь. Я и так-то думал напугать. и я, например, пас на Макс в рейс, а вот эти деньги уже останутся в банке. Это как бы наказание мне, пеналти, за то, что я поставил вне очереди. То есть, сделанную ставку, после того, как она пересекла черту, нельзя отозвать, если ты ее сделал вне очереди. Таким образом, правила преследуют вот эту цель восстановления справедливости и не дать возможности игрокам пользоваться какими-то вот такими уловками. В Америке есть ассоциация Tournament Directed Association ТДА, которую когда-то создал господин Саваж. Они раз в год устраивают семинары для конференции, для обсуждения и шлифовки каких-то мелких правил. И частенько вот эти советы воспринимаются с мировым сообществом. потому что, например, считалось, что если игрок сделал какую-то ставку, ну, например, большой блайнд, если его нет на месте, а его очередь сходить, то считается, что его заявка чек. Ну, например, вот у Макса маленькая, а я встал и куда-то отошел. Ну, Макс там кто-то говорит, кто-то еще что-то говорит, Макс уравнивает, а меня нет за столом. Ну, считается, что я потом это правило было изменено вот в результате такого семинара. И считается, что если игрок отсутствует, то его заявка пас, даже если он может сказать чек. От него не требуется никаких активных действий. И человек, который предложил эту поправку, он объяснил таким образом, что а бывает злоупотребление, вот говорит, я сам видел на World Series of Покер такую ситуацию. Маленький блайнд побежал, ну, не знаю, курить в туалет еще. Короче, отлучился со своего места. Известно, что когда на турнире уходит человек, его блайнды ставят. И там еще шла торговля, кто-то выбрасывал, а маленький блайнд, а большой блайнд, большой блайнд ушел. И возвращаясь, он спрятался за колонной и ждет. Все пас, маленький блайнд смотрит, того нету. Ну, просто, если он уравнивает, то считается чек, он считал, и там откроют стол. И у него была там какая-то средняя карта, там 6-8, он уравнял кол. В этот момент, а тот уже знал, что у него два туза. В этот момент он выскочил из-за колонны, рейс. И таким образом, просто он получил с маленького блайнда вот эту фишку. Ну, маленький блайнд выкинул, и еще ему было неприятно, что тот специально прятался, чтобы спровоцировать вот такой колонны. Если бы сделать мини-рейс, блайнд этот бы не успел вернуться. Если бы вернулся, то все равно он же, как бы, раньше сделал рейс, пока он еще не сел на кресло. Ну, он может быть так близко стоял, что он бы прыгнул и успел бы искать крик на тререйс. Я не знаю, я не видел этой ситуации. Я просто знаю, что вот они постановили считать отсутствующего пасом. И, наверное, это правильно, потому что затяжки в игре, вот я помню, до сих пор там в разных клубах по-разному, ну, скажем, человек просто в кэш-гейме уходит, на него продолжают раздавать карты. Во-первых, это занимает время, во-вторых, он там где-нибудь входит, ну, ты будешь играть или не будешь? Да-да-да-да, сейчас я приду. И вот все ждут, пока он дойдет. Я помню, в городе Вена, в Concord карт казино, я играл в покер, и у меня пиджак висел на спинке стула, и я заметил, что там уже по нему люди топчутся, ну, как-то он перекосился. Я встал, чтобы поправить. Встал, сел, а у меня уже карты забрали. А вас же не было, говорит. Дилер же не должен смотреть, куда я пошел, зачем? Он видит, стул пустой. Все, она забирает карты, и все. У нее вся игра, весь процесс ее работы нацелена на том, чтобы как можно быстрее происходило, чтобы никто не раздражался, никого не звал, не ждал, и так далее. И на самом деле, мне кажется, это очень справедливо, потому что, вот если мы с вами сидим, нас это раздражает, какой-то человек будет, допустим, ему принесли борщ, он пойдет две ложки, сейчас я иду где-то, на меня раздавайте, то есть, ну, как бы, зачем мы, неужели он не может сделать перерыв, 15 минут, и потом вернуться. Почему мы должны его ждать? Все, предлагаю нам поесть борща, или что мы там хотим. на перерыве. Спасибо. КОНЕЦ Египет. Шармальд Шейф. С 13 по 20 сентября. Red Sea Cup 2009. Покер Клаб Менеджмент и телеканал ПРО ПОКЕР представляют. Выездной покерный турнир Red Sea Cup 2009. Условия участия на сайте tvpropoker.com Предлагаю поиграть и, я не знаю, допростят мне неловкость дилера, я постараюсь делать как можно больше ошибок в игре. А вас попрошу как бы меня поправлять. И если мы уже знаем, как исправляются те или иные ошибки, мы будем их исправлять. А если вдруг случатся какие-нибудь новые, то мы выясним, как с ними разбираться с этими ошибками. У меня батон. Маленький блайнд, большой блайнд. О, мой бог! Бад, бад, бад! А если у меня был бы стрейк, каре или флак? Не было никакой торговли существенной, то есть первый круг, поэтому это обычный мездил. Извините, пожалуйста, как бы карты не стеклянные, ошибки бывают. В батон в этом случае переставляется? Нет, сдача не состоялась. А, то есть все вот это вот источники стали? Когда я был маленький, нам обещали, что при коммунизме карты будут стеклянные. Но этого так я и не дождался. А прозрачными? Да, потому что каждому по потребностям, от каждого по способностям. А у меня всегда хотелось видеть, какие же карты там закрыты. Но вы научились видеть не стеклянные? Нет. Нет. Это как вы говорили, это гадалка, которая видела все в космосе. Роза Кулешова. Да, Роза Кулешова. Она умела это делать. Номер телефона плюс семь, четыреста девяносто пять. Интересно, если бы игрок предевременно открыл карты от Апаса, или он может вернуть свои карты и дальше доиграть? Например, у него фулл хаос, и случайно он открыл карты. Мертвая рука. Ну, на самом деле, это один из самых сложных случаев. И в данном случае судейство разбирается. Сейчас я вам по этому поводу расскажу. А хотите, сразу расскажу? Сразу расскажу. Значит, такой случай был в Европе на турнире. Случайно присутствовал Майк Секстон, которого просили разобрать эту ситуацию. Значит, Ива Донев, есть такой болгарин. Он сидел на батоне, и он сделал рейс. Все до него были пасы. У него была какая-то рука, типа Король-10. Он сделал рейс, там, 17 тысяч фишек. А человек сидел, маленький блайнд-пас, а на большом блайнде сидел человек, у которого было две дамы. И он просто подумал, что вот эти 17 тысяч, которые поставил Донев, что у него меньше. И он окей, окей, ол-ин, там, двинул свои фишки. И у него оказалось больше, чем ставка. Да, при этом он так импульсивно открыл две дамы. Ива Донев говорит, Дэдхэнд, он открыл руку раньше времени. Ну, вот тот же еще не заколировал, то есть. Он дал мне с 17, там, 25. 8 тысяч. Донев. Донев говорит, Дэдхэнд. Ну, директор турнира говорит, что я бы и сам мог решить этот вопрос, но поскольку здесь присутствуют эксперты мирового класса, вот я хотел бы пригласить господина Секстона, чтобы он этот спор решил. И Секстон сказал, что поскольку он, тот игрок, который открыл карты, не преследовал каких-то целей, он поставил ол-ин, он открыл свою карту. Наоборот, он дал вам некоторое преимущество. Вы можете, хотите, заколировать, я не знаю, какая у вас рука там, но хотите, платите уже против открытых карт эти 8, уравнивайте, хотите, выбрасывайте. Ну, короче, я никогда не могу согласиться с тем, чтобы вот эти две дамы признать Дэдхэнд. Хотя в общем случае, если человек показал карту и нарушил какую-то игру, вот, эта рука признается мертвой. Но лишний раз было показано, что дух закона выше, чем буква закона. То есть дух закона призван, чтобы справедливость всегда торжествовала. И бывают ситуации в турнирах, например, часто, когда перед судьей становятся трудные решения. Ну, я помню, например, я учился у Кису Бенди Гаслоуна, австралийского такого мастера, признанного несколько раз человеком года в покере. Ну, вот он был директором, и мы его приглашали Moscow Open, как бы, проводить. Но такое решение, что дилер по ошибке отдал банк другому игроку, а карты уже выбросил в пас выигрышную руку. И никто ее толком еще не видел. И что делать? То есть, и этот вроде бы уже получил. Вот. И пострадал человек, у которого была выигрышная рука. И Кис принял вообще нестандартное решение, я никогда до этого такого не видел. Он добавил в турниры экстра-чипы. Он заплатил, как бы, этот банк дважды. И по ошибке дилера он пришел к этому проигравшему, но и получил свои фишки тот игрок. То есть, ну, в расчете на то, что в турнире участвовало там 100 человек, каждый, конечно, пострадал немножко, потому что в турнире появилось несколько лишних чипов, и не у него. Но он как бы размазал вот эту ошибку дилера, которую он просто не знал, как по-другому исправить. Это так же, если бы дилер, например, отдал мне тому оппоненту, который проиграл фишки, тот же смешал своими фишками, не знаю, сколько фишек было в банке. Никто не помнит. Да. Ну, есть, правда, еще камеры и так далее. Так, ну что, поехали. Чтобы нам, кроме того, чтобы говорить, еще играть. Катя. Ваше слово. Охуяй. Охуяй. Да, там я напомню, что у меня есть. Охуяй. Семьдесят пять. Кул, кул. А, семьдесят пять? Да. А. Да, ну, то есть, вот, я Макс успел выбросить. Да. Вот, но я поставил раньше, чем он выбросил. Но я теперь не имею права на другое слово. Я не могу сделать рейс. То есть, вот сколько я поставил, столько поставил. Более того, я не могу забрать и пас. Я поставил семьдесят пять. Но теперь я должен сказать, что у вас неправильная ставка. Почему? Вы должны либо кол говорить, либо ставить рейс. Рейс должен быть кратной ставки, то есть, минимум сто. Окей, так что... При этом вы не можете сейчас поставить триста. Я вам говорю, что у вас андрейс. То есть, если бы у вас было бы меньше, чем пятьдесят процентов, то есть, допустим, были бы у вас там пятачки, и вы поставили бы не семьдесят пять, а семьдесят. Я бы вам вернул двадцать сдачи и сказал бы, что это кол. А если хотя бы пятьдесят процентов есть, то я говорю, это недостаточный рейс, поэтому вы должны доставить еще ровно двадцать пять. А вы говорите, а, если рейс, тогда я хочу триста. Нет, уже только минимальный рейс. Пожалуйста, сто. Так что я могу сейчас двадцать. Только двадцать пять. И теперь я должен двадцать пять добавить. А что? Я пас. Тут будет рейс. Двести. Карточки, пожалуйста. Нет, двести. Я только что поставила. Ну, у нас вот мы поставили по сто, а Вика поставила двести. А что вы, если на деньги хотите всегда? Постоянно плачу. Плачу и плачу. Плачу и плачу. Плачу и плачу. Ммм, какие хорошие карты. Тройка, семерка, туз. А, нет, не туз. Ваши слова. Но это не была ошибка, да, там, какой-то, которая требует регламентации в кодексе? Это была ошибка. Это правильно. Слух, они советуются. Нет, ты не советую. Ты не советую. Посмотреть. Это неправильно. Я просто сказала мне. Вика ставит сто. Что мы делаем? Мы ничего не делаем. Мы чак. Нет, она поставила сто. Окей, fine. Сто. Четыреста. Ты не имеешь права на меня. Только потому, что я сделала тебе замечание. О, не надо со мной начинать. Так, девушки, не ругайтесь. Надо платить четыреста. Деньги нужны сильно. Так, вы... Вот это, кстати говоря... Так, да. Это считается неэтично, потому что... А так, посмотри, а что же у меня там было все-таки? А что же я там выкинула? Потому что сразу все начинают думать, наверное, у нее была тройка. Я помню, что-то сексуальное. В этом, да. Четыреста. Не пугает? Не пугает. Это еще рейс, значит? Это рейс должен быть... Нет, так мало. То есть у нас все время шаг вдвое. То есть вы... Хотя бы вдвое. То есть вы должны восемьсот... А вместе с этой? Вместе с этой, да. Сколько? Молодцы. О, гад. Мне в голове чего-то застрялось. Окей. Я оллин делаю. Я говорю пас. Она же сейчас заберет все фишки. Нет, она сперет за Викой слово. Вика может пас, а может тоже оллин. А человек, я сказать не могу. А там он сколько надо уравнивать, чтобы участвовать в банке. Чтобы в борьбе за банк, надо поставить не меньше, чем вот это количество. Я могу одолжить тебе? А мне не хватит. Нет, одолжить нельзя. Не могут игроки друг к другу. А как будто бы у меня в кармане было. Нет, из кармана. Она даже из своего кармана не может достать. Да-а, ты явно и пошла. Потому что ты хороший. Ну открывайте, что. Мне просто кажется, что там... Шоу-даун. Ого. Ого. Ну так вот тут сильно лучше. У меня это было 6-4. Без пики. Все. Все. Финита ля комедия. О-о-о. Ну. Говорили тебе не начинать. Чебурек тоже будешь продавать. Так, хорошо на личности не переходить. Мама была толстая, будем продавать чебуреки. Это... Подождите, а я сравниваю. Угу. Смотрите, у вас ровно одинаковое количество фишек. А, великолепно. А, ну в этом нет ничего удивительного, настолько раздали. И мне, пожалуйста, эти. И мне, пожалуйста, эти. И там еще мои 400 как-то заблудились. И мои 25. И ваши 25. Да. Так, ну нам потребуется... А, ну мы можем Вику кредитануть. Потом будет чебуреками отдавать. Отдавать. Как там? Не переходите, пожалуйста, на личность. Я так и не поняла. Никаких ошибок с вашей стороны не было? Или это мы все просмотрели? Так. Катя ставит один только большой блайн. Макс. Ничего не ставит. А, пожалуйста, что это, карта осталась? Да. Если бы так, карта осталась до Ривера. И на Ривере пошли в ЛН тоже перед сдачей. У меня денег нету, да? Нет. А что там с кредитом? Сейчас, одну секундочку. Я хочу показать ошибку. А, что я мои поставила синарано? Значит, вот такая произошла ошибка. У игрока нет фишек. Ага. Он не участвует в игре. А ему раздали карты. Сплошные ошибки. Там уже блайнд, да. Здесь карта. Но блайнд будет так и так. Вот, мисс Дю, это пересдача. И может игрок сейчас начать говорить, ну, мне два туза пришло там. Это не имеет значения. Мне два, ма три. Не имеет значения. Игрок без фишек не может участвовать в игре. Раньше, чем у Вики появятся какие-то фишки, либо, значит, ну, давайте мы, пусть бедные кредитуют бедных. Я тоже бедна, я тоже могу кредитнуть. Прости. Катя не даст, я знаю, все равно. Прости, не прости. Я жадная. Я не стесняюсь этого. Так, тогда... Ой, Максим! Ну, какой ты дуся! Смотри, даешь деньги девушек. Ой! Девушек даешь. Раз у нас Вика вступила в игру, с нее маленький блайнд. Так. Я страду. А это что? Что произошло сейчас? Страда. Вот это ставка в темную. Катя, с вас там 50 в банк не хватает. Страду кол. Всего 100. Писок можно забрать. Так, кто у нас первый? Вика. Чек, можно сказать. Чек. Я пас. Чек. Чек, чек, я чек. Чек. Триста. Коу. А я могу сейчас сказать чек? Нет, вы можете... У нас сейчас проходная сумма составляет 300. Меньше 300 нельзя вступить в игру. Тогда пас. Пас, пас. Я в черном пасе. Насправили мужчин в гордом одиночестве. Так, что надо делать? Открывать одну карту. Чек. 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 Олым. Олым кол. Ух ты! Ау! Ничего. Ну, да, то есть я просто... Вера, наиболее вероятна карта шестерка. Вот, но я жду от Макса атаки на шестерки. Был еще вариант, что на пику очень хотелось, чтобы еще и пика открылась. Но тогда он бы испугался. Так у него все хорошо. Жалко, что не дама, да? Ну, и так достаточно, да. Но, на самом деле, я еще как бы калировал, когда страдал в ранней позиции. Мне, конечно, хотелось, чтобы кто-нибудь поставил рейс, как Вика это любит сделать, или Катя, но никто не поставил. Ну, вот только один пострадавший затесался. Там, наверное, равное количество. Да, наверное, примерно. Ой, а что делать? Ну, я же онлайн поставил. А, и Макс тоже онлайн? Ну, а как он может открыть, если он онлайн не? Он же сказал кол. Кол, это значит, уравнение. Но не подвинул. Сколько ты мне фишин? А достаточно слов. Кстати говоря, человек сказал словами кол, в токере слова ответственности. То есть, если вы сказали кол, то не имеет значения, поставили бы свои фишки или нет. Ну, и точно так же, если вы сказали паст, то... Не обязательно сразу... Ну, вы можете там сюда сказать паст. Человек там показывает или какие-то действия. А вы еще ничего не... Подождите, я подумал, может быть, паст, там. И это уже все поздно. То есть, слова ответственных. Какие у нас еще могут быть ошибки? Да, может быть, такая ошибка, как неправильное количество карт. То есть, если ее можно исправить... Вот у нас несколько раз так было. Последнему забываю раздавать. Вот, допустим, у нас сейчас батон у Вики. Я раздаю у вас маленький, у Макса большой. Раздал. И там, пожалуйста. А Вика говорит, а мне карточку. Ничего не испортится, если я просто, как бы, добавлю карту. Но если я пропустил, например, Макса, и его карта пошла сюда, моя туда, то уже, очевидно, произошла ошибка. И мы переиздаем карту. Еще интересный случай, если я нечаянно раздал игроку, например, три карты. И он не сказал. То есть, есть правило, которое гласит, каждый игрок сам отвечает за количество карт у себя на руках. Вот когда ему раздали, он посмотрел, например, и начал какую-то игру. Вот если потом выяснится, что у него было три карты, или одна, неважно, то он уже ответственный, это неправильная рука, мертвая, она выбрасывается. И деньги эти не возвращаются. Если он сразу говорит, ой, у меня три карты раздали, до каких-либо действий. Потому что, опять же, конечно, мне на трех картах выгоднее сыграть. Если я буду проигрывать, я скажу, ой, у меня три карты, пересдайте. А если я буду выигрывать, ну и что, это ошибка дилера. Нет, не может быть у игрока, не может быть выбора, он получается не в равном положении с другими игроками. Поэтому, если ты увидел, ты можешь раздать. Если ты сразу не сказал, это не оторвая рука. Я думаю, мать больше со мной не может сидеть. Я поставлю 250. Я все знаю, как ты не в равном положении. Как же ты красишься его карты. 250. Там, вот, пять, пятьдесят, 250. Я посмотрю. А что, если вот игрок вот так вот, ну, заглядывает в карту, то есть, замеси мою туристу на все время. Нет, как-то это... Баус сам, вроде. Не стесняясь. Ислично, Вика, ислично. Дело в том, что каждый игрок сам ответственный за сохранность своей руки. Потому что, кто бы ни сидел, я могу бы сидеть облепленными зрителями, я все равно посмотрю свои карты так, что их никто, кроме меня, не увидит. То есть, это вот все в темосовести каждого. Да, вы смотрите. Дело в том, что, вы не представляете, вот, представьте, в зале играет, там, пять тысяч человек, пятьсот столов. Можете представить, это стадион, футбольное поле. Люди ходят, там, к ним какие-то болельщики, там, что-то, какое-то движение, там, дилера. Дилера носит фишки, какие-то рыбаи, там, телевизионщики, ну, не знаю, корреспонденты, телевизионщики. Кто-то у кого-то интервью, у кого-то куда-то ведет, якобы, интервью, там, на самом деле. Вот, то есть, ну, никто тебе не удачует, а они тут все ходят, заглядывают ко мне в карты. Смотри так, чтобы никто не видел. А, и десятки. 250. Пас. Ну, респект. Катя не верит, что у меня может быть хорошая карта. Для меня никогда не приходит хорошая. Это кол, правильно понимаю, да? То есть, молча сказал кол. Ага. А, молча сказал. То есть, вот, он кинул более крупную фишку, он же 500. А, так с вами тоже? Нет, мы не 500, он молча кинул, поэтому кол. И это правило. Он не может выбрать, если... Да. Так, мы это проходили на уроке этика покера. Вы выдаёте, что у вас была шестёрка. Поэтому чик-чик-чик, эмоции забрали, забыли. Слово ваше. А что ты будешь делать? Ты будешь кал или дальше играть? Сделать их одну дону-то. А это, ребята, хай, ничего, что я вас слушаю. А сексуально, да? Засудите меня. 500. Ничего себе. 3000. А как, ты можешь открыть? Мои? Нет, да. Нет, сначала надо 3000, потом карты открыть. Очаг. Вот цена нашего следующей карты. Мы объявили цену следующей карты. Вы говорите, следующую будет валить за 500. Я говорю, нет, за 500 маловато. All right, fine, pass. Ну, правильно, потому что, ну, давайте посмотрим. У меня вот 2,8 и 2,4. А у меня король. Я знала, что у него король тоже. Что это за карта король? Спасибо, спасибо. Это очень красиво. О, вау. Хотя бы она была бы с червы, вы могли бы флешом выиграть. Там семерка была бы червовая, еще понятно. Но так очень, друзья. Я не ставлю, мало, я не ставлю там тысячу, чтобы не давать вам хорошие шансы. Да. Я ставлю сразу много и хочу понять, где я нахожусь. Если у вас шестерка, я проиграю, но не больше, чем поставил. А скорее всего, у вас еще и нет шестерки. Вы видели мои карты, и на король 7 пришло все равно, вы шли против королей. Я видела короля, я не видела второй, но я поняла, у нас оба короли. Так, это же плохо, это же, вы знаете, из семикарточного, что это мертвая карта. Уже король вряд ли придет. Да, но я на семерку надеялась. А семерка не помогала. Семерка тоже мало, семерка, у меня две восьмерки. А, ну да. Так кто же знал, Дмитрий Снисович, кто же знал? Я же сделал рейс, у меня какие-то карты, наверное, старше восьмерка. Не всегда же у меня тройки, иногда тузы вам приходят. Мне, кстати, тоже на деньги никогда такая карта не приходит, как сейчас все время. Тут два туза, тут две восьмерки. Так, смотрим, опять хорошая. Лера, вы будете удивляться, но мы ждем вас. Я действительно удивлена. Простите меня, пожалуйста, дабы быть этичной. Так, правильно я поступила? Да, вы уравняли. Ну, правильно или нет, мы пока не знаем. Поскольку не видели ваших карт. Кол. Чек. Там кол, если фишка сто, то не рейс, а то... Это кол. Ну, раз молча. Так, это выбрачу вам пятьдесят. Сто пятьдесят. Это вам. Ставка сто пятьдесят. Я пас. А я... Сто пятьдесят. Кол. Сто пятьдесят. Кол. Сто пятьдесят. Кол. Сто пятьдесят. Не, не, нет, трэйс. Не, это двести, это тоже молча, это сто пятьдесят. То есть, если было бы триста, то это было бы достаточно... Если бы вы даже кинули двести разными фишечками по доллару... Это не... Да, вам повиняется, чтобы сдачи не давать. Сто пятьдесят. Ай, сто пятьдесят. Да. Я чек. А я могу быть чеком? Вы можете чеком, да? Я чек. Могу ли я быть чеком? Да, вы можете быть чеком. Паше слово. У вас есть выбор, либо чек, либо ставочка. Чек. Чек. Мы френдли гейм. И еще одну даму червей. Чек. А я могу сейчас быть чеком? Да. Я чек. Ну что, ни у кого нет короля, тогда Максовой восьмерке с дамами мы победили. Я сейчас блефа доберу. Я сейчас блефа доберу. Чек. Чек. Сейчас доберется с блефа две тысячи. Я пас. Пас. Я давно уже пас. Я не знаю, что мне делать, но я на всякий случай две тысячи. Мне хочется дойти до конца. All right. That's cool. Ну, вам надо шею ставить. All in. All in. All in. Не, вот этот колл страшнее. Там-то что-то есть. Ну что, открывайте. Там ничего. Ли семерочки, ли шестерочки. Макс выкинул победную руку. Вы смотрите. Я его испугала. У Вики был туз, она выбросила. А Макс выкинул хорошую пару восьмерок. Он бы выиграл бы. Да. Я боялся, если бы мне... А нет, там вполне возможно дама играла. Кого ты испугался, скажи? Ну, тут еще сзади есть люди. Если бы была одна Катя, для него это решение монеткой. То есть я сзади. Катя не блефует, но теперь у него надо две монетки, чтобы обе орлом. А это уже только 25%. Деньги сюда, пожалуйста. Деньги, пожалуйста, сюда. Спасибо. И, как вы любите, по привычке вам еще все остальные деньги. А, великолепно. Потому что у нас занятие закончилось. Почему? А нам они уже сегодня не понадобятся. Осталось сказать, что следующее наше занятие... Подождите, не уходите, сейчас я вам буду давать домашние задания. Следующее занятие у нас крайне интересное. Это покер в сети интернет. Файн? Файн. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok